всем привет сегодня хочу показать как измерить обычным мультиметром силу тока которую допустим выдает зарядное устройство в данном случае вот зарядник трансформаторный вот китайский получается инверторный то есть мы не знаем что тут показывает допустим данный амперметр как бы я его недавно ремонтировал то есть я не уверен в правильности показаний или может быть вообще амперметра нет как бы ну и заодно потом проверим вторым этапом вот эту какие показания у него на табло и какие на мультиметр правильно ли она то есть мультиметр может быть любой то есть такой там такой нам без разницы то есть мы выставляем главное чтобы было измерение естественно в амперах в они как правило есть во всех то есть мы ставим я всегда ставлю на максимум то есть у нас есть 2 миллиампер 20 миллиампер 200 миллиампер и 10 ампер в данном случае то есть мы ком не трогаем ком у нас остается на месте черный штук красный мы переставляем на ампер то есть 10 ампер и выставляем на шкалу ампеража ну я как бы буду делать это все данным мультиметром то есть тот у меня автомобильный этот уже больше для таких вот целей таких вот измерений домашних муж вам большой тут меньше удобнее ну то есть как бы здесь тоже так же оставляем ком ком парке но я возьму специальные щупы как бы сделаны с крокодилами ими удобнее допустим от автомобильного аккумулятора работать то есть я ставлю у меня здесь 200 миллиампер вот эта шкала и 20 ампер то есть я оставлю 20 ампер ставлю на шкалу по амперах ну так же 2 миллиампера 20 миллиампер 200 миллиампер и 20 ампер то есть я начинаю всегда с максимума лучше перебить чем недобдеть как говорится потом уже когда допустим ампераж очень маленький я вижу что это 0 2 ампера то есть 0 там 0 15 то есть 150 миллиампер до 200 а я могу переставить в этот порт и переключиться здесь на более низкий ампераж и так приступаем то есть берем от зарядки плюсовой провод допустим у меня на клемме аккумулятора плюсовой выход и минус мы подключаем допустим тоже на клемму аккумулятора можно по-другому какой порядок подключения может быть любой то есть и вот как бы цепь мы замыкаем на через мультиметр мы пускаем ток зарядный на аккумулятор вот он пошел в данном случае у меня 0 62 это получается 630 миллиампер то есть видно да то есть 630 миллиампер вот 610 он там чуть припадает можно допустим вот что у меня показывает здесь амперметр а здесь как бы на самом заряднике она принципе как бы приблизительно так и показывает то есть видно что вот а нет нифе не неправильно то есть не правильно показывает амперметр здесь скажем так советский то есть хорошо то есть мы вот допустим даем больше ампер у нас сейчас показывает двойка здесь здесь один и три ампера то есть зарядный ток аккумулятора в данном случае идет как бы почему вот этот минус светится это в принципе не важно нам без разницы светится он не светится чтобы этот минус допустим брать отсюда мы меняем полярность с минуса на минус что все было по фэншую допустим я только дел с минуса на минус и кидаю на плюс как бы пока не включилась автоматическая модуль вот вот мы видим модуль включился у нас нет как бы переполюсовки получается ну как бы это не страшно то есть получается вот можно как бы записать и исправить там показания допустим данного амперметра который на заряднике то есть он показывает неправильно в принципе вот такая вот простая схема то есть вы поняли один мы подаем плюс допустим на аккумулятор а второй провод с зарядного устройства мы подаем на какой-то из щупов мультиметра и тогда второй щуп мы подаем на клемму аккумулятора ну то есть как бы не путаем не путаем здесь звезда ком всегда у нас остается на месте как бы при проверке аккумулятором сразу ставьте в максимум 20 там ампер 10 ампер что там у вас какой мультиметр есть то есть допустим это вот такого плана зарядное устройство сейчас я возьму зарядку вот этого типа китайца возьму сейчас попробую что будет показывать китаец допустим на торговом электронном и что будет показывать на мультиметр то есть также мы даем плюс на клемму аккумулятора чтобы хорошо все было видно вот такой вот противный звук кстати у китайской зарядки так шумит вентилятор постоянно включен вот такой его работа то есть в принципе как бы советский вообще бесшумно работает ну только вот я поставил обрет сделал поставил модуль на включение-отключение автоматизировал его немножко то есть получается получается сейчас мы берем наш мультиметр то есть скажем вот плюс минус на минус короче выход и эту клемму на плюс итак у нас показывает на мультиметре он начинает падать что у нас пока 2 и 7 то есть на мультиметре чуть чуть быстрее падает 2 и 5 2 и 3 ну то есть вы поняли здесь я как бы ничего не могу переключить потому что манфара она автоматическая получается ну в принципе как бы довольно точно показывает то есть 2 и 2 в принципе нормально вот сейчас она как бы когда стало медленней вот 21 тут 208 было на мультиметре то есть нормально все четко в принципе допустим если да в мультиметре замер там одна единица сейчас как бы должно опять-таки упасть на двойку да довольно таки точно то есть мы как бы убедились что у нас на данном зарядном устройстве амперметр шкала амперметра она как бы нет не точная то есть мы это наглядно все увидели и так можно допустим это отключить зарядный как бонус можно еще попробовать сейчас испытать допустим потребление еще каких-то там электроприборов данном случае у меня вот идет провод на светодиодную ленту как бы я начну то есть 20 ампер сейчас я ее включаю и так вот мы видим что употребление отрезка вот такой вот светодиодной ленты то есть 120 светодиодов на метр то есть у нее потребление 0 91 то есть 0 9 ампер то есть получается где-то 0 7 ампера будет метра брать такой вот ленты то есть посмотрели что можно еще у меня подключен вот такой вот компьютерный вентилятор то есть также я подаю принципе полярность тут в принципе нам не не важно как подали главное чтобы разрыв цепи плюс это минус и ну лучше конечно минус так и так вот затарахтел старый вентилятор и потребление у него ноль 160 миллиампер вот в данном случае мы можем как бы переключиться на 200 миллиампер допустим можно отключиться можно переключаться в принципе во время работы ну нежелательно лучше отключиться вот я отключился допустим опять запускаю и мы видим что у нас практически на максимуме стоит 90 миллиампер то есть если бы там допустим было 205 ну может она и покажет ну я не знаю как бы я как бы всегда страхуюсь я делаю на максимум чтобы допустим не сгорела не сгорел прибор потому что я с этим сталкивался приходилось менять резисторы ну не в этом маленьком то есть там сгорел там по моему 001 какой-то он не подождите 1 до 1 он то есть я не мог даже найти такого сопротивления как бы долго пришлось искать в принципе как бы вот и все ну вот тема такая кому понравилось принципе ставьте лайк подписывайтесь на канал не забудьте нажать кнопку колокольчик чтобы не пропускать публикации новых видеороликов они у меня публикуются довольно таки часто также прошу поддержать канал рассказал о нем друзьям вам не сложно мне приятно как говорится ну и успехов всем и мирного неба спасибо за поддержку внимание господа до скорой встречи